МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, приятно. Это подстегивает всех. И тех, кто проводит конкурс, и участников конкурса. Подведены итоги конкурса для журналистов «Энергичные люди-2018». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса. Разбой в Смоленске. Детям до 10 лет, без сопровождения родителям, не рекомендуется приходить в правильную часть. В Десногорске прошла акция «Внимание, дети!» А сейчас об этих и других событиях подробнее. Первый в России за последние 30 лет. На территории индустриального парка Сафонова идет создание современного льнокомплекса, включающего завод по переработке льно-тресты и фабрику пряжи. Строеплощадку осмотрел губернатор Алексей Островский. Реализация проекта началась в январе. Сейчас на строительной площадке происходит расчистка территории и строительство первого пускового комплекса, включающего склады для льно-тресты, лабораторию и весовую. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. Производственный комплекс позволит создать более 220 новых рабочих мест и даст импульс развитию всей льняной отрасли в России. В наших выпусках мы неоднократно рассказывали вам о работе проекта «Комфортная городская среда». Десногорцы уже могут оценить результаты. Подробности далее. В программу проекта на этот год вошли парковая зона во втором микрорайоне, дворы домов 10 первого микрорайона, 1 второго и домов 7 и 8 четвертого. Все работы уже подошли к финальной стадии. В четвертом микрорайоне уложено новое асфальтное покрытие дороги и тротуаров, расширена парковка. Завершающим этапом работы будет озеленение и тогда уже преобразившийся двор станет настоящей жемчужиной. Но и сейчас он выгодно отличается от соседних. Я думаю, что больше нигде нету такого двора, как у нас, да, Наталья? Поэтому вообще никаких претензий ни к службам города, ни к чему. Все очень рады и довольны. Нам же увеличили место парковочное, тут же раньше невозможно было не стать. Зимой это вообще до ДТП доходило, а сейчас все сливается, все стоят, все хорошо, чистенько. Слава Богу, наконец-то это все-таки сделали, да. Ну, вот это вот, да, ну, нюансы есть, конечно, стало лучше, да, конечно. Для машин очень хорошо будет парковаться и, в общем-то, молодцы, что сделали такой хороший двор. Хорошо сделали, все нормально, расширили все, автостоянку, все в порядке, мы довольны. Жители домов 7 и 8 очень хотели, чтобы именно их двор вошел в проект «Комфортная городская среда». Поэтому все вместе собрались и написали заявку на участие. Это могут сделать все собственники жилья города. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Надо только проявить активность и полюбить то место, где вы живете. Стоит проявлять такую активность жителям других домов, потому что это как бы со стороны очень красиво смотрится. Вот, все тут ухожно. Я считаю, что соседние дворы тоже должны поучаствовать в таких делах и себе создать и хорошую стоянку для их машин, и озеленение, и детскую площадку. На данный момент уже шесть дворов Десногорска подали заявки на участие в проекте «Комфортная городская среда» в 2019 году. Еще есть время сделать это и остальным жителям. Заявки с прилагающимися документами подаются в администрацию с 16 ноября по 5 февраля. Не забывайте, что красота города зависит в первую очередь от каждого из нас. Подведены итоги регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди-2018». Главная задача проекта – осветить тему развития атомной энергетики. Конкурс проводился в четвертый раз во всех атомных городах России. Участниками стали работники региональных телекомпаний, радио, редакции газет, журналов, информационных агентств. Кто победил с десногорских журналистов в региональном этапе, выясняла наша съемочная группа. В Десногорске состоялась церемония награждения победителей. На конкурс было подано 14 творческих работ от представителей десногорских и региональных СМИ. На суд-жюри они представили видеосюжеты, публикации в печатных СМИ и интернет-репортажи. В церемонии награждения принял участие заместитель директора Анатолий Терлецкий. Труд журналиста умнелён. Но я вижу, как зачастую вам сложно без выходных, вечером, а иногда и ночью на месте событий, для того, чтобы написать или создать тот самый лучший репортаж, который захватит всех, и все будут восхищаться. В конкурсе было представлено несколько номинаций – «Ликбез про АЭС», «Атомная судьба», «Объектив», «Правда онлайн», «Среда обитания». Корреспондент газеты «Аргументы и факты» Нина Новикова в конкурсе участвует впервые и заняла второе место сразу в двух номинациях. Любой конкурс – это, конечно, приятно, это подстёгивает всех. И тех, кто проводит конкурс, и участников конкурса. Узнаёшь тоже что-то новое, общаешься с коллегами, особенно приятно побеждать. Также Анатолий Терлецкий наградил победителя викторины «Атомный эрудит» инженера отдела ядерной безопасности и надёжности Андрея Иванова. На самом деле конкурс очень познавательный, заставляет задуматься, развивает, так сказать, где-то нужно подсмотреть, где-то коллег спросить, где-то ты сам знаешь ответ. То есть, ну, интересно, то есть, хотя бы просто поучаствовать. Победители регионального тура конкурса «Энергичные люди» примут участие в дивизиональном этапе. Он пройдёт с 4 по 8 сентября в городе Заречный. В финале конкурса встретятся представители СМИ всех территорий расположения атомных электростанций. 4 сентября в Десногорске председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов проведёт приём граждан по личным вопросам. Мероприятие пройдёт с 10 до часу в Центральной библиотеке. Записаться на приём можно по телефону, который вы видите на экране. А сейчас криминальные новости. В Смоленске сотрудники уголовного розыска раскрыли разбой. В полицию Смоленска обратился местный житель. Он заявил, что стал жертвой нападения. Неизвестный, угрожая физической расправой, похитил его банковскую карту и автомобиль «Лада Гранта» стоимостью 260 тысяч рублей. Подозреваемый совершил дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле, наехав на ограждение, и скрылся. Полицейские составили субъективный портрет нападавшего, изучили записи камер видеонаблюдения, отработали лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. 43-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. В настоящее время задержанный заключен под стражем. По данному факту, отделом номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД ведут целенаправленную работу в области обеспечения безопасности дорожного движения. С 27 августа по 3 сентября в Десногорске проходит акция «Внимание, дети!». В рамках акции сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными вблизи образовательных учреждений и детских садов. Они напомнили участникам дорожного движения, что с 3 сентября на дорогах нашего города появится большой поток детей. Данное мероприятие направлено на снижение дорожно-детского травматизма. Поэтому, уважаемые родители, обращаюсь к вам, используйте специальные удерживающие устройства. Детям до 10 лет без сопровождения родителям не рекомендуется приходить в проезжую часть. Используйте светоотражающие элементы на одежде детей. Сотрудники ГИБДД обеспокоены безопасностью будущих первоклассников. И вот тут, уважаемые родители, не обойтись без вашей помощи, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вашего ребёнка. До 3 сентября есть время изучить с детьми безопасный маршрут от дома до школы и обратно, рассказать детям о дорожных ловушках, как и где нужно переходить дорогу. Не стоит забывать и такой момент, что дети копируют поступки родителей не только положительные, но и отрицательные. Помните, что только постоянное систематическое воспитание безопасного поведения выработает у детей дорожную культуру. Тогда будет меньше, наверное, аварийных ситуаций и меньше будет сбивать пешеходов. И польза есть, это, безусловно, плюс от этой акции. Много детей на дорогах. Надо быть аккуратными. Вообще всегда надо быть аккуратными, когда дети на дорогах. Также напоминаем, что с приближением осени наступают тёмные вечера, когда увеличивается количество наездов на пешеходов именно в тёмное время суток. Всем пешеходам, особенно детям, необходимо носить светоотражатели. Берегите себя и своих детей. Дети – это наше будущее. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин